В этой комнате будет находиться трон, на котором будет сидеть наш главный волшебник. Резиденцию Деда Мороза строят из сосновых бревен. Точные даты, когда состоится праздничное открытие, нет, скорее всего, 20 декабря. В резиденции можно будет пообщаться с Дедом Морозом, написать письмо с пожеланиями. Все дома резиденции строятся как капитальные здания. После Нового года их не будут разбирать и вывозить. Поэтому решили сделать круглогодичную резиденцию, круглогодичную интерактивную площадку, которую каждый сезон будет давать горожанам что-то новое. То есть зимой это резиденция Деда Мороза, весной, осенью, летом – это уже какая-то другая тематика. Бесплатный каток планируется залить уже на этой неделе. Если погода позволит, для этого уже привезли ограждение. Каток займет территорию между скульптурой медведя и елкой. Рядом установят ярмарочные палатки, привезут в лесопарк и новогодних животных – оленей. Что же касается праздничной площадки, то она будет в новом месте. Главную сцену установят напротив елки. Она будет тоже деревянной, как и резиденции Деда Мороза. Рядом с ней расположатся две горки – детская и взрослая. Две разные горки для детей и взрослых решили сделать, чтобы все желающие смогли покататься. В целях избежания попадания детей на горку для взрослых, то есть проходной режим будет осуществляться и по росту, и по возрасту, чтобы у нас все это было безопасно, чтобы не было никакой давки. Для жителей города еще приготовили сюрпризы, которые, как и программу мероприятий, руководство лесопарка пока не разглашает. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».